Обзор оперативных новостей на телеканале Актис в эфире место происшествия Ангарск. Глыбальда, упавшая с крыши, едва не убила маленькую девочку. Инцидент произошел в воскресенье в 85-м квартале. В момент происшествия мать и трое ребятишек находились на площадке перед подъездом. Больше всех пострадала Анастасия, девочке год и 9 месяцев. Ребенка, госпитализировали в отделении реанимации детской больницы. По словам врачей, сейчас ее состояние стабильно. Директора управляющей компании Антона Теллина арестовали сразу после инцидента. По решению суда он останется под домашним арестом до 20 мая. Первоначально допрошенный в качестве подозреваемого Теллин, руководитель компании, управляющая компания, жилищное управление, вину в принципе свою не отрицал. Единственное, что его версия о том, что он не владеет информацией по этому дому, проводилась очистка снега или нет, какие работы вообще проводилась, наталкивает нас на такие мысли, что неналежащим образом вообще осуществляется управление жилищным фондом. Прокуратура Ангарска будет проводить свою проверку всех управляющих компаний города. По подозрению в сбытии наркотиков в Ангарске задержаны двое мужчин. Один из них несовершеннолетний, он находится на подписке о невыезде. Второй подозреваемый уже был судим. У него изъято полграмма героина. Сейчас он находится под стражей. Жестокой расправой закончилась семейная ссора. В 22-м квартале был обнаружен труп 44-летней женщины с рубленными ранами лица и шеи. По подозрению в убийстве задержан сожитель погибшей. Следователям он уже дал признательные показания. То есть с топором зашли, сказали, что не успокоится. Да, она начала. Она ночевает, мне еще будет говорить, что это были две свободы, я отлично не сделаю. Все, мы всякое мгновение. В ходе следствия было установлено, что преступник проживал с потерпевшей на протяжении нескольких лет. Она работала в продавцовом магазине. Он, можно сказать, находился у нее на иждивении, не работал, злоупотреблял спектными напитками. Собственно, из-за чего конфликт произошел. Еще одно уголовное дело заведено в следственном отделе Ангарска. В превышении должностных полномочий подозревается судебный пристав-исполнитель. По версии следствия, в ходе словесной перепалки пристав ударил мужчину. Если его вина будет доказана, ему может грозить срок до 10 лет лишения свободы. В понедельник под колеса автомобиля попала пожилая ангарчанка. На пересечении улиц Блудова и Коминтерна женщину сбил внедорожник. Происшествие случилось на пешеходном переходе. Как сообщила сама пострадавшая, машина остановилась прямо на ней. За рулем находилась женщина. Она на мне стоит, ищет, 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 ищет. Со стороны, получается, той улицы женщина поворачивалась сюда. Здесь бабушка проходила, дождалась зеленого сигнала светофора, начала переходить дорогу. Девушка ее не заметила и сбила. Бабушка упала, под колеса легла. Ну и, соответственно, женщина потом как бы отъехала. Пенсионерка получила серьезные травмы, в том числе повреждения позвоночника и грудной клетки. В тяжелом состоянии ее доставили в БСМП. По данным ГИБДД, в происшествии усматривается вина водителя. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в пятницу утром в ДТП в районе Новоленина. Водитель маршрутного такси из Ангарска допустил столкновение с другим автобусом. От удара маршрутка перевернулась. В салоне автомобиля находилось 11 пассажиров. Пятеро из них были госпитализированы в больнице Иркутска. Столкновение произошло с попутно двигающимся автобусом, который осуществлял пассажирские перевозки из Ангарска в Иркутск. Сколько было пассажиров в обоих транспортных средствах? В автомобиле Истана 11 человек, в автомобиле Грандберг 45. В тот же день ДТП произошло и в самом городе, в районе Горгаза. Водитель автомобиля Toyota Caldino, двигаясь по улице Коминтерна, на перекрестке с улицы Ворошилова совершил столкновение с другой автомашиной. От удара иномарку выбросило на тротуар, где она сначала снесла светофор, а потом врезалась в столб. Водитель получил закрытые переломы и черепно-мозговую травму. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу. Уступают ли водители дорогу экстренным службам, проверили инспекторы ГИБДД. В городе стартовала акция «Маячок». Только за один час работы в поле зрения полицейских попали семь нарушителей правил. Им грозит штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. В данной операции мы привлекаем автомобили скорой медицинской помощи, которые проезжают по улицам нашего города с включенными проблесковыми маячками, с включенными спецсигналами и выявляем именно водителей, которые не предоставляют преимущества данным автомобилям. В пятницу в 85-м квартале произошел пожар. Загорелась комната в общежитии. В момент происшествия людей в помещении не было. Пламя уничтожило бытовую технику. Предположительно причиной пожара послужило короткое замыкание электросети в связи с тем, что проводка в доме старая, произошел перегруз, в связи с тем, что в одну розетку были включены много, большое количество энергоемких электроприборов, таких как холодильник, микроволновая печь, телевизор, компьютер. И все это было в включенном состоянии. По данному факту проводится проверка, материальный ущерб устанавливается. Как сообщили местные жители, проводка в здании очень старая, поэтому электрозамыкание здесь не редкость. Шпионские игры могут привести за решетку. Миниатюрные камеры под видом шариковых ручек, брелоки и даже пуговицы могут выйти для их продавцов боком. По статье 138 УК России незаконный оборот спецсредств грозит лишением свободы до 4 лет. Одно подобное дело ангарские следователи уже направляли в суд. Хотелось бы предупредить, потому что даже по уголовному делу, которое в 15-м году было направлено в суд, преступник заявлял, что он не знал, что вообще такая статья существует в уголовном кодексе. Он, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Оперативные новости недели в программе «Место происшествия Ангарск». Свежий выпуск каждый понедельник после новостей и на сайте actistv.ru. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин